Дайджест недвижимости Как пояснили авторы законопроекта, речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет. 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двоих и 15 тысяч рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители, вне зависимости от материального положения семьи. Выделять земельный участок с подключенными коммуникациями предлагается родителям, воспитывающим 5 и более детей. А семьи, где рождены или усыновлены 7 и более детей, смогут рассчитывать еще и на автомобиль «Газель». Инициативу обсудят на круглом столе в Госдуме 23 марта. Напомню, сейчас размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование ребенка либо пенсию матери, а также на социализацию ребенка-инвалида. Ранее правительство России вынесло постановление, что единовременные пособия за второго ребенка будут выплачиваться до 2018 года. Минтруд предлагает продлить действия программы до 2023 года. Дайджест недвижимости. Аналитики кировского рынка недвижимости отметили незначительное подорожание вторичного жилья. Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра в феврале этого года составила 43 274 рубля. Это на 97 сотых процента выше аналогичного показателя за январь 2017. Незначительно также в пределах процента подорожал квадрат в сегментах двух- и трехкомнатных квартир, а также небольших студий, сообщает портал Рейкиров.ру. Однокомнатные квартиры, напротив, немного потеряли в цене. Стоимость квадратного метра в среднем упала на 350 рублей. Дешевле всего в феврале стоила однушка на московской 159. За квартиру площадью 24 квадратных метра владелец намеревался выручить 550 тысяч рублей. Дороже всего продавали четырехкомнатную квартиру в доме номер 5 по улице Молодой Гвардии. 200 квадратных метров владелец и ценил в 21,5 миллион рублей. Дайджест недвижимости. Администрация Кирова разыскивает семью Новоселовых, чтобы предоставить им новое жилье. Сообщение об этом размещено на сайте мэрии. Татьяна и Юрий Новоселовы и их дети Кирилл и Степан зарегистрированы в доме 14А по улице Спаской. Дом будет расселен в рамках мероприятий по развитию застроенных территорий. А проживающим там гражданам предоставят взамен аварийного другое благоустроенное жилое помещение. Семье Новоселовых необходимо обратиться в жилищный отдел управления ЖКХ администрации Кирова по адресу Воровского 39 525 кабинет. Либо позвонить по телефону 37 43 87. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.